Приветствую всех. Лев на связи из Цитрусового совхоза. День погожий, солнечный. Вышли на прогулку с дочкой. Также видео начинается на стадионе. Посмотрите, какое небо сегодня. Ни единого облачка. Нигде. Легкий ветерок, поэтому у нас с собой воздушный змей. Иду в сторону пляжа. Прохожу кафе Муза у озера. Музыка приятно играет там. Ну а впереди это роща Пицунских сосен. За ней сразу пляж. Сейчас еще на озеро заглянем с вами. Погода, в общем-то, типичная для осени. На солнце тепло, а в тенечке прохладно. То есть от лета отличие в этом. Потому что летом и в тени было жарко. В тени этих сосен. Палаточный городок, кемпинг. Планирую сегодня туда зайти. Ну а это. Прохожу к плотам. Достаточно. Внушительных размеров. Вот его листва. В обочине дороги уже лежит. Воздух замечательный. Температура комфортная. Ну и как говорил, что сегодня достаточно ветрено. На побережье, скорее всего, там будет поддувать хорошо. А здесь вот деревья от ветра защиту дают. Вдоль берега озера. Оборудована такая набережная. Это еще советский период. Сейчас она, конечно, по большей части заросла. Но есть участки, где можно подойти. Посмотрите, какой вид. С нескольких ракурсов взглянем. Но это озерцо на той стороне эвкалипты. Туда тоже мы заглянем. Хочу сказать, что несколько обмелело это озеро за последнее время. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Иду в сторону автокемпинга. Палаток, такое впечатление, что меньше не стало. Так же все в тени этих сосен. Люди отдыхают. Хочется сравнить, как мы видели в августе здесь. Обстановка была и сейчас в сентябре. Пицунские сосны. Реликтовые деревья. С длиннющими иголками. Создают замечательный воздух здесь. В сезоне 2023 размещение в этом автокемпинге в сутки 1000 рублей стоит. Включает, соответственно, парковку для машины и место для установки одной палатки любого размера. На территории Wi-Fi есть. Действует. Вот он от этого кафе. Кафе в море. И автокемпинг тоже в море называется. Все удобства есть. Розетка. Ух, там какой песик большой. Сантиметров 30. Туалет. Душ с горячей водой. Ну, а самое главное, это, конечно, пляж в шаговой доступности находится. Пожалуйста, автодом здесь. Кто-то припарковал. Там вот в той стороне, соответственно, туалет, душ. Рядышком несколько кафе. Варечек есть с фруктами. То есть, в общем-то, в шаговой доступности все необходимое есть. Позади пицунские сосны. Все очень симпатично смотрится. Ну, и воздух отдельного внимания здесь заслуживает. Народ неспешно своими делами занимается. Здравствуйте. Откуда приехали? Да, из Карелии. Из Карелии. Ну, как вам тут? Ну, нормально, в принципе. Нравится все. Ага. Ну, купались уже наверняка? Да, конечно. Я уже пошел позагорительным. Ага. Кто-то и вот с велосипедами здесь отдыхает. Прокатиться можно. Смотреть местные достопримечательности. Вот, собственно говоря, перед вами две душевые и два туалета. Пойдемте, выйдем к морю. Если будет ветер, ничего не буду говорить. Сами все увидите. Территория кемпинга огорожена, обозначена. Справа пирсом можно рыбачить. Пляж здесь очень широкий. Есть и песок, и галька. Территория кемпинга в тени Пицунских сосен. Место на пляже в изобилии. Территория кемпинга в тени Мат Edgar. Территория кемпинга в тени Матерлине. Перед помощью до сих пор такими местами. Территория кемпинга в тени Матерлине. По вопросам размещения, бронирования, контакты я оставляю, вывожу на экран и в описании к видео будет ссылка на страницу кемпинга. Так что если это предложение вам интересно, такой вариант отдыха, то милости просим. Здесь же рядышком в роще есть кафе. Давайте взглянем какое тут меню, какие цены. Так, меню кафе у моря. Бегло пробежимся. Для того, чтобы рассмотреть лучше, жмите паузу. Ну понятно, что обычно, когда в кемпинге люди живут, у них все с собой есть, то есть готовят сами. Дров тут, кстати, не проблема найти. Но если кому-то что-то особенное хочется, можно прийти в кафе. И вот такие здесь цены. Гарниры. Блюда на гриле. Блюда из муки и яиц. Соответственно, должен быть хачапур. Ну и национальная кухня, даже без нее. Мамалыга с сыром 200 рублей. Хачапур 400. Хачапур водочка 300. Вот так вот замечательно можно провести время на берегу моря. Ветерочек легкий, легкий бриз. В тени сосен комфортно, тишина. Идеальная атмосфера, на мой взгляд. Есть рядышком и экскурсионное бюро. Можно заказать экскурсию. Сейчас глянем цены. Так, вот перед нами прайс экскурсии по Абхазии. Также, пожалуйста, жмите паузу. Рассматривайте. Ну, примерно. Так, вот озеро Лица, допустим. Тысяча рублей детский. Тысяча четыреста взрослых. Это вот самое основное. Так, вечерняя Гагра 700. Это вот самая популярная. Черниговка. Тысяча шестьсот и тысяча пятьсот детский, да? Ага. Так, поближе еще сниму. Сухум плюс Черниговка. Тысяча триста взрослых. А я нормально справлюсь. На джипинге у нас вообще скидки. На джипинге? Ну, сейчас вообще на все скидки, да, у вас? Ага. Ну, то, что сентябрь. Понял. Так, нет, нет. Мой телефон, пожалуйста, у меня и летом. Ага. Хорошо. Так. И вот номер телефона Виктория. Субтитры делал DimaTorzok Заглянем в субтропические заросли, рощи, мне нужна для хозяйственных нужд небольшая палка Сейчас пойдем искать, а за одним просто покажу вам растительность местную Это деревья семейства кипарисов Оббитые плющом Этот плющ замещает свою зеленью крону дерева и дерево в итоге недополучая солнечного света Зачахнет, плюс оно само все очень тяжелое становится, что приводит к падению Там как раз такой экземпляр лежит за заборчиком Оббитый плющом и упавший Прямо можно даже увидеть С этой стороны, где плющ, никаких веток уже нет Отпилил от чего-то упавшего Срез только что сделанный Очень специфичный аромат имеет приятный Не могу сказать, что это за дерево Может даже и от плюща Но пахнет здорово, интересно Буду еще искать что-нибудь такое Нет, все-таки это не от плюща Это той самой благородной породы деревьев здесь растущих Пока еще вон там, видите, в каком состоянии некоторых Плющ вот так выглядит Слегка лохматый Вот спил плюща Аромат невыразительный Ничего особо интересного Абхазия это рай для тех, кто резьбой по дереву занимается Столько тут всего интересного Это типа секвой Это типа секвой Что-то из рода или семейства кипырисовых Красная кора Вот такой вот срез Знаете, так аромат понравился, что отпилил еще один Такой вот Не знаю, как это назвать Кусочек Пахнет Чем-то, знаете, таким лекарственным Приятно-приятно Очень Отчасти даже запах может быть рисковат Но Как-то вот идешь И так его это Приятно еще раз и еще раз хочется понюхать Ну, короче, я не знаю, как его Описать Но Можете просто Мое настроение Попытаться увидеть Что Это Интересный Аромат Идем дальше Ну, а это Непосредственно Кипарис Так выглядит срез Тоже очень ароматный Кстати, похожий аромат Вот На тот На то дерево Которое К секвой Как я понимаю Относилось Аллея, которую я показывал Она ведет К местному кладбищу И раз уж мы здесь Заглянем на могилу Купца Игумного Игумнов Николай Васильевич 1855-1924 Русский купец Первой гильдии 19 века Обустроил поселок Алахадзе Светлая память о вас Навсегда останется В наших сердцах Вот Благодарных потомков Надпись на Камне В общем-то Цитрусовый совхоз В каком-то смысле С купца Игумного И начался Потому что он Первый Приложил руку К благоустройству Этих земель Преворотил болото Цветущие сады Завез со всей планеты С разных уголков планеты Множество видов Деревьев интересных И появилось Такое замечательное место Подойдем Поздороваться С одними Из самых больших Здесь эвкалиптов Я его показывал уже Еще может быть Там где-нибудь Ветка валяется Снизу Отпилю Небольшой кусок Если повезет Вот он Красавец Только к нему Подойти Сложно Заросли Коровьи тропы Бамбук Небольшой Как я В прошлый сезон И говорил По таким тропинкам Ходят только Коровы и лев Ну потому что А что тут ходить то собственно Вот Как бы к нему подобраться И там он Тоже огромный кстати Так Сissy Для В Скоро Стрель Стал 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 Посмотрите какая махина. Не меньше двух метров толщина. Только подойти мне сложно. В шортах и сандалях не самое хорошее решение сюда лезть будет. Вот эти вот растения мне не хотят пускать. Прям никак не пролезть. Все, прорвался. Посмотрите какая громадина. Вокруг тут что-то сделаем. Сколько уже вокруг него осыпалось и коры, и листьев. Такая порода дерева которая собственно кору сбрасывает. Ее кстати можно заваривать понемножку в чай. Вот так для профилактики. Продолжение следует... Ну вот скажем я на фоне этого эскалипса. Смотрите вот пытаюсь селфи сделать. Я не могу по всей длине руки вытянув. Соответственно смартфон захватить его целиком не влазит. Решил сегодня разгуляться и сходить до реки Бзыбь. Иду сквозь кипарисовый лес. Что-то тут тоже упало. Ветка какая-то большая. Обойдем. Местные пейзажи. Отличная видимость. Местные пейзажи. Местные пейзажи. Местные пейзажи. Местные пейзажи. Если едете на машине в сторону Пицунды. Вот на это место можно заехать. Видите, даже на Ниве кто-то заехал. Перед мостом через Бзыбь вам нужно направо свернуть кафе. И вот здесь найдете уже. Собственно говоря этот мост, вот он перед нами. Купаться здесь можно. Но, как правило, вода достаточно прилично холоднее, чем в море. Пару-тройку раз я в этом году купался уже. В реке и на моем канале есть видео соответствующее. Ну и в рамках индивидуальной экскурсии по пляжам Пицунды мы сюда тоже заезжаем обычно. Когда ко мне обращаются. Вода прозрачная, чистая. В принципе здесь рыбаков можно встретить. Форель речную ловят. Так что и с удочкой здесь уместно появится. Как вариант. Гусеничная техника тут покоится. целиком увязшая. Тоже какая-то ее деталь оторванная. Памятник местный. Памятник местный. Памятник местный. на колене. Памятник местный Будем переходить. Вода, я бы сказал, не совсем ледяная, но холодная. Просто холодная я обозначил. Купаться я бы в такой не хотел, а вот в плане закаливания очень даже интересный вариант. Продолжение следует. Отличное место для релаксации. Отличное место для релаксации. Думаю, никто не будет возражать, если мы и дальше пойдем. Тут петляет. Проток этот. Само левее. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... Рельеф тут постоянно меняется, вот это я могу вам точно сказать. Остатки укрепления берега. Как писали в комментариях, до самого моря когда-то они шли, но там где-то метров 100 отсюда обрываются, не смыло все. Из-за этого река в некотором смысле петляет и меняет, бывает направление после впадения в море. Может и вправо уходить на север, как в этом году. Вообще говоря, должна по задумке видимо ровно-ровно в море уходить. Такая вот речка. Сильное влияние оказывающее на температуру воды на побережье река Бзыпь. Здесь же, кстати, в том числе и воды озера Рица. Ну что ж, это видео я буду завершать. Спасибо за внимание. Если пришлось по душе, традиционно, палец вверх. Оставляйте комментарии, делитесь. Подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Есть на Дзене, есть на Ютюбе. Кому где удобнее. Также ретранслирую в ВК, Одноклассники, Телеграм. Короче говоря, кому где удобнее, тот с вами может смотреть. Ну и с вами был Лев из страны души, Абхазия. Побывали и в кемпинге сегодня, и на побережье. Ну и на реку Бзыпь сходили тоже. Всего вам доброго. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо за просмотр.